Ольга Григорьевна Романова Ей девчонке, как и многим другим, приходилось еще работать и на возведение оборонительных сооружений. Думаю, деду противотанковый ров копали. Тяжело было копать вот этот ров танка. Ломами долбили, уже был заморозок. Вот. Утром придешь, продолбишься, все хорошо. А он заново замерзает, утром приходишь, опять долбишь. И выкидываешь земли, кидали, кидали. Как-то и все. А есть, давали только 400 грамм хлеба и тарелку супу. Москву отстояли, но до победы было еще далеко. Впереди была еще не одна битва. Битвой можно назвать и жизнь в тылу. Основная тяжесть в то время легла на плечи женщин, ведь им приходилось, помимо всего, выполнять и мужскую работу. В совхозе всех мужчин забрали. Никого уже не было. Нас четыре девочки послали учиться на водителей. Три девочки на фронт забрали этих. И я вот одна работала в совхозе. В совхозе и одна машина-то была. Грузовичок ГАЗ-А, на котором приходилось Оле ездить по всей округе. А я, знаете, какая ваша устрая. Меня Коля звали. Я ходила в телогрейки, в брюках. Меня называли Коля. Обслуживали военторг на развилке у Решного вокзала. И все это обслуживали, все возили. Капусту засаливали, солили, возили туда картошку. Из центрального военторга города Москвы продукты доставлялись в действующую армию. Бабушка возила еду военным. Я живу в Москве и учусь в Москве. И вот ребятам рассказываю о своей прабабушке. Слушают? Очень люблю свою прабабушку. Рад, что она здорова. И поцелуй. Ой, как хорошо. Первоклассник Илья – один из большого семейства Ольги Григорьевны. Она окружена их заботой и вниманием. В свои 93 года Коля-Оля, как ее называли в годы войны, задает тон своим близким. На садовом участке сама все сажает и выращивает. А в этом году даже садовую дорожку сделала своими руками. Сил-то хватает все это делать? А если не хватает, то сяду, посижу. А если нет, то полежу. И опять выхожу. Ольга Григорьевна считает, что как бы тяжело ни было, сдаваться нельзя. Ни возрасту, ни болезням. И как в 41-м – врагу. Люди, прошедшие войну, кто-то сломался, кто-то закалился. И бабушка, она закалилась. То есть закалилась жизненными трудностями. И они, наоборот, ее вот… Не ломают они ее, наоборот, они ей дают силу. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева. Видное ТВ.